На Олимпиаде в Лондоне золото в прыжках шестом в актив нашей сборной многие записали заранее. Тем обиднее было лишь третье место Елены. После этого все мысли о завершении карьеры пришлось выбросить из головы. Я себя берегу, я слежу за своим здоровьем, за состоянием своих мышц. Ну, как Богу будет угодно. Самое важное, что у меня есть желание выступать, есть желание тренироваться. Я уверена, что в Рио-де-Жанейро погода будет гораздо лучше, чем в Лондоне. Бразилия меня очень любит, я люблю Бразилию. Она первая женщина, взлетевшая шестом выше пяти метров. На тренировке однажды взяла и вожделенные 510 сантиметров. Загадывать, что будет после этой планки, не берется. По мнению спортсменки, нынешние результаты на грани человеческих возможностей. Мне кажется, мы достигли своего пика. Никаких суперновых шестов изобрести никто не сможет. И шест сам спортсмен не катапультирует никаким образом. То есть вопрос будет только в талантливости человека, в его суперспособностях, в умении мобилизоваться, концентрироваться. О допинге ни слова. Трагедию велогонщика Армстенга задним числом лишенного всех титулов близко к сердцу не принимает. Мнение может быть только одно. Допинг убивает спорт. Спортсмен не имеет права на ошибку. Все, кто принимает допинг, никто не застрахован от того, что однажды он лишится всего, на что работал всю свою жизнь. Так что за честный спорт, без допинга и, пожалуйста, добивайтесь его своим трудом. Честно. Елена честно ответила на все и детские вопросы, только о совсем личных аспектах жизни заранее попросила не спрашивать. Кто сменит чемпионку на прыжковом Олимпе, вопрос без ответа. В нашей стране нехватка тренинских кадров. А главное, прыжки в шестом, хоть и интересный, но очень дорогой вид спорта. Нам нужен инвентарь. Нам нужны шесты, которые стоят тысячу долларов одна штука. А из шестов вырастают как грудничок из одежды. То есть он каждый месяц растет. Вот так же мы каждый год растем из этих шестов. И, соответственно, это очень накладно по деньгам, если у человека нет спонсора или же федерация не помогает. Нам нужна яма, куда приземляться. Она стоит 25-30 тысяч долларов. На Олимпиаде в Бразилии она, скорее всего, вновь выйдет в сектор. Главное, чтобы не обострилась травма, не позволившая в полную силу выступить в Лондоне. Елена неоднократно доказывала, если она в оптимальной форме, в мире прыжков в шестом, у нее нет конкурентов. Главный соперник на всех соревнованиях уже давно психологический фактор. На Олимпиаде в Бразилии нужно взять высоту 5-10 и с высшей ступеньки пьедестала почета под гимн страны окончательно уйти из спорта, навсегда оставшись в его истории. Александр Буринин, Фанис Аглямов, Кирилл Краснов. Новости 24 Петербург.